Продолжение следует... Красноярский Краевой Совет ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов награждает медаль за заслуги ветеранского движения. Благодарственным письмом награждается Юшкова Юлия Юрьевна, Артемьева Светлана Сергеевна, Гинтнер Юрий Николаевич Гинтнер Светлана Михайловна Благодарственным письмом награждается Терышкин Антон Владимирович Шулим Татьяна Николаевна Благодарственным письмом Министерству культуры награждается Золотухин Анатолий Петрович Культуры награждается Ботанов Павел Михайлович Благодарственным письмом награждается Исайкин и Елена Николаевна Благодарственным письмом Министерству культуры награждается Золотухин Анатолий Петрович Почетной грамотой Министерства культуры Красноярского края награждается Ряузову Нину Васильевну Благодарственным письмом награждается Фурса Владиславову Письмом Главного управления администрации культуры Красноярского города Красноярска Благодарственным письмом Министерства культуры Красноярского края и Благодарственным письмом Главного управления культуры города Красноярска награждается Глаченко Станислав Почетной грамотой Министерства культуры награждается Лебедь Ольга Михайлович Всероссийская творческая общественная организация Союз художников России награждает благодарностью Батанова Павла Михайловича Благодарностью Союза художников России награждается Степанов Борис Сергеевич Благодарностью Союза художников награждается Верпета Ирина Юрьевна Благодарностью Союза художников награждается Низговорова Нина Александровна Благодарностью Союза художников награждается Рудник Максим Николаевич Благодарностью Союза художников награждается Лавренов Сергей Михайлович Благодарностью Творческой общественной организации Союза художников России награждается Шинкаренко Светлана Эдуард Благодарностью Союза художников Благодарю заставить слово руководителю Главного управления культуры города Красноярска Малащук Наталье Вареевне Пожалуйста Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич Добрый день Уважаемые, любимые, дорогие наши представители этого очень важного, этого очень трепетного, трогательного сообщества художников Без которого наша жизнь не была бы настолько интересной, понятной Именно потому, что каждый из вас, я не побоюсь этого слова, мастер И сравню с творчеством писателя или поэта Потому что все, что вы представляете визуально, поверьте, трогает души И хочется идти за вами, чувствовать этот колорит, чувствовать эти эмоции Думать о смысле жизни и о том, что дарит нам каждый день Дни бывают разные С нами проблемы, с нами трудности Но то, что мы умеем с ними справляться И то, что, вот я почему всегда с большим удовольствием откладываю все дела Какие-то непонятные совещания, очень часто непонятные для нас Вот как-то у каждого своя работа, но я прихожу сюда, потому что затихаешь Видишь ваши глаза, видишь вот то, чем мы гордимся, живя в Красноярске, в Красноярском крае И поверьте, то, что о вашем отделении, о работах, о той замечательной художественной школе Я имею ввиду с точки зрения методики, существующие у нас, развивающиеся у нас Знают не только в России, но и в мире И в этом большой вклад каждого из вас Я не знаю, Сергей Евгеньевич, как вам это удается Во-первых, все уважают друг друга Бывает, мы же понимаем, одна большая семья Бывают ссоры, бывают какие-то столкновения по какой-то той или иной теме Да, вот разница мнений и вызывают эти конфликты А вы умеете грамотно решать Вы умеете работать с разными территориями и нашей большой страны, и нашего большого мира То, что в городе Красноярске постоянно звучит Китай, постоянно звучит наши сибиряки Наши Томск, Омск, Владивосток, Новосибирск И это все делаете вы Москва давно уже говорит, что Красноярск это буквально наше вот такое большое отделение Большой филиал, хотя мы и так понимаем, что мы Красноярское отделение Всероссийского союза художника Поэтому за это вам спасибо Те выставки, какие уже каждый год появляются в Красноярске Это, конечно, для всех нас события Я думаю, что вы, бывая в этих залах, видите глаза посетителей, слышите отзывы И, конечно, стремитесь к чему-то новому А мы по-другому с вами не умеем Таким был Василий Иванович Суриков И спасибо, что все помните, что в этом году 10-й зимний Суриковский фестиваль Как-то так получилось, 10 лет пролетело как один день И, конечно, почему именно вчера мы были в художественном музее Потому что очень интересное собрание тех материалов, тех уникальных фондов Которые также объединило и музейное сообщество Именно с целью показать, каким был Суриков, каково было его творчество И как 125 лет назад было создано полотно, которым гордится весь мир Взятие с каждого городка Поэтому, конечно, до марта месяца у нас с вами есть возможность И там походить, как я говорю, помолчать, осмыслить это Идут годы, идут столетия, наше дело развивается И мне кажется, так будет всегда Именно потому, что невозможно не писать, не рисовать, не передавать свои эмоции А вы-то умеете делать очень качественно И спасибо огромное за то, что вы поддерживаете молодежь Потому что если не будет этой преемственности Вот как раз не будет этого продолжения А это очень важно и очень нужно Я уполномочена от имени главы города Поздравить вас с наступающим Новым годом И, конечно, сегодня мы, как уже сказал Сергей Евгеньевич Проведем официальное, торжественное открытие Вашей замечательной выставки Это тоже добрая традиция Каждый год, именно в декабре Представляете, как вам кажутся, лучшие работы Потому что это действительно Начало не только фестиваля в целом Но и презентация вашего опыта С точки зрения продолжения дела Сурикова И, вы знаете, Суриковская зима Вот так начинается благодаря вам И в день рождения Василия Ивановича в январе Мы, конечно, вновь еще расскажем Слова благодарности друг другу За эту преемственность, за это мастерство Новый год Вы знаете, мне кажется, это особый праздник Потому что он позволяет, во-первых, помечтать А во-вторых, ну нельзя, говорят, уходить в Новый год С какими-то долгами А у меня есть Перед Сергеем Евгеньевичем и перед Войновым Константином Семеновичем Наши замечательные руководители отметили юбилей в этом году А я вот в связи со своей работой смогла это поздравить Сделать только в телефонном режиме Поэтому, вы уж поддержите меня Ну не могу я вот под елочку Придеть без вот этого замечательного дела Наши слова благодарности от всех сотрудников Обучающих культуры муниципальных И, конечно, почетная грамота Сергея Евгеньевича Именно за весомый вклад в сохранение традиций Красноярской художественной школы И позиционирование Красноярска в культурном пространстве Мира, страны и нашего большого Красноярского края Спасибо вам за этот труд Именно как руководителя, как председателя Союза художников И, конечно, Константин Семенович, дорогой Эта весна была наша особая, правда Вы знаете, что замечательную галерею портретов Героев Советского Союза создал именно Константин Поэтому это благодарственное письмо Именно за то, что вы столько лет уже отдаете этому великому делу И особое спасибо в год 70-летия Победы за ваш вклад Поэтому здоровья всем, радости, оптимизма И вот этого мастерства Мы вас очень ценим, очень любим И дай Бог, чтобы мы стали служить Только там еще лучшие образцы представлены своей работы Спасибо С выступающим и до вечера До вечера, не прощаемся Она умеет сказать так, как никто другой не скажет О том, что есть на самом деле Огромное спасибо за поддержку В первую очередь, конечно, мы в Красноярске Мы региональная организация, но мы все в Красноярске Наши проекты, которые ездят по краю и которые ездят за границу Это лишь небольшая часть нашей деятельности И, конечно, огромнейшее спасибо за то, что нас поддерживает город в первую очередь Нас поддерживает и край Нас поддерживает и Москва в том числе Нам грех жаловаться на то, что мы Богом забытые Или никому не нужные На самом деле это не так Это совсем не так, как в некоторых регионах нашей великой, огромной, могучей страны И в этом заслуга, в первую очередь, нашей власти Потому что, несмотря на то, что нас много Несмотря на то, что мы все творческие Без этой поддержки мы не смогли бы реализовать большую часть своих начинаний Без этой поддержки мы не смогли бы сохранить мастерские, в которых работают художники Низкий поклон и огромное спасибо вам и вашему лицу Это Хамушу Кривичу Акнову Главе администрации города Теперь давайте к работе собрания Я предлагаю повестку Сегодняшнего собрания Доклад председателя Доклад ревизионной комиссии Доклад нашего творческого сектора И доклад о ситуации в союзе художников И затем разное Кто за эту повестку Прошу голосовать Кто против Кто воздержался Тогда Доклад Я постараюсь быть кратким На самом деле Год был Очень напряженный И в этом году Мы смогли реализовать Два крупных, серьезнейших проекта Один из которых был посвящен Великой Победе Нашего народа И второй проект Один из самых вообще масштабных Который за последние годы мы смогли реализовать Он начинался Как идея Отделения Академии художеств Это выставка Сибирь, Дальний Восток Эта выставка на самом деле Она показала Не просто срез Вот того Творческого потенциала Который есть у нас На еще одного Огромнейшего региона Который еще дальше от Москвы Который еще больше Подвержен влиянию Китая Кореи Японии Может быть без Этого влияния Многим художникам Пришлось бы очень туго Но тем не менее Они отозвались Они смогли Собрать весь свой потенциал Который был представлен На выставке В выставочном комплексе Сибирь Хочу сразу попросить тех Кто обиделся Не обижаться Это не последний проект И действительно Выставочный комплекс Сибирь Он не смог бы вместить Всех желающих И потенциально всех Кто мог бы выставиться На этой выставке Но на следующий год У нас уже есть договоренность О не менее масштабном проекте Дальний Восток Сибирь Который будет во Владивостоке Или в Хабаровске На следующий год И вся эта выставка Целиком переедет в Шанхай Потому что действительно Интерес Который проявляют Наши китайские друзья И партнеры Он не уменьшается Каждым годом Возникает ощущение Что это какой-то Совершенно бездонный рынок Но это страна Которая строит Новые выставочные залы Новые музеи И для них всегда И в первую очередь Есть площадь Для демонстрации Произведений Художников из России И в первую очередь Из Сибири Так как мы Самые ближайшие соседи И на нашу выставку Приезжало Аж три делегации Из Китайской Народной Республики Сейчас Одно Залы Они у нас не пустуют И желающих выставиться Очень много О творческой жизни Союзе художников Отчитается Руководитель Творческого сектора Нашего правления Хочу сказать Что весь этот год Правление Отработало Не просто на всю катушку Такие большие выставки Их организация И проведение Это не только Торжественное открытие Это большая Серьезнейшая работа И хочу сказать Что без исключения Все члены правления Отработали Так что Дай бог Может быть каждому Кроме того В этом году Открылась выставка Которая реализовалась При помощи Президентского гранта Это выставка Линия точка Которую Провела Наш председатель Молодежного объединения Светлана Артемьева Наталья Валерьевна Очень точно сказала Что Должна быть преемственность Мы должны понимать Кто придет Следом за нами И при всем При том что выставка Она Совершенно другая Но радостно То что молодые Художники Объединились И смогли Реализовать Такой интересный На мой взгляд И нужный проект На следующий год Ожидается Не менее масштабная Выставка Региональная Молодая Сибирь И у нас будет Возможность Посмотреть Не только Красноярских Художников И ближайших Регионов Вообще На всю Молодую Сибирь Хочу сказать Что Действительно Вопрос Который касается Наших мастерских Он решен Принципиально И то что Город передал Их В край Тем самым Сохранив От Выставления На продажу Конечно Для нас Это очень важно Хотелось бы Чтобы это Было закреплено Не на 5 лет Как Эти мастерские Сейчас находятся А на какой-то Может быть Более Серьезный срок Потому что Поэтапная Передача Этих Мастерских Первые Мастерские Уже 5 лет Практически Закончились Есть Вариант Договоренности О том что Нужно будет Пойти В законодательное Собрание В комиссию По науке Образованию И культуре Для того чтобы В лица этой комиссии Этот вопрос Был вынесен На решение Нашего Законодательного Собрания Красноярского края Но я надеюсь Что поддержка В этом смысле Будет Хотя Есть конечно Примеры Наших ближайших Соседей Где мастерские Передавались На год Это я говорю Про Омск На этой выставке Была возможность Собраться председателем Практически всех Организаций Которые участвовали В этой выставке Что такое на год Это 11 месяцев И потом Все мастерские Подвисают Под большим вопросом И несмотря на то Что председатель Андрей Машанов Достаточно активный Человек И вы его Все хорошо знаете Не удалось Уговорить Городской совет Омский Чтобы этот вопрос Решить По такой же схеме Как Красноярский Они решили Что нет Для них Это неприемлемо Все ссылаются На дефицит бюджета И на Очень серьезную Критическую ситуацию Финансовую Со следующего года Им будет Вменена Аренда И у них Стал вопрос О том Что есть необходимость Продать Художественный фонд Для того Чтобы хотя бы Часть мастерских Выкупить На самом деле Это очень болезненный И очень Непростой вопрос Слава Богу Что в нашем регионе Этот вопрос Решен Хочется еще сказать Что Перспективы Которые Мы сами себе Намечаем Мы стараемся В течение года Их решать И В докладе О ситуации В союзе художников Я чуть подробнее Об этом расскажу Творческому сектору Наше управление Сергей Евгеньевич Ростов Добрый день Уважаемые Дамы и господа Друзья Коллеги Во первых Конечно же Я хочу вас поздравить С наступающим Новым годом И Рождеством Хочу всех Поблагодарить За творческую работу За общественную работу Поблагодарить за то Что По первому Зоуправление Оставляли плечо Многие проявляли Инициативу Сами приходили С помощью Предлагали Какую-то инициативу Это очень Нам помогало В нашей работе Кроме этого Хочу всех Поблагодарить Еще за то Что С честью И достоинством Представляли Наше искусство Искусство Красноярского края Не только на других Территориях России Но и за рубежом За то Что принимали у себя Зарубежных коллег Давали им частичку души Уделяли большое внимание Еще раз всем спасибо Но сейчас я хочу Прочесть Выставочный план Который мы выполнили Практически на 100% За этот год За исключением Нескольких небольших Выставок Которые И так далее С 27 января по 18 февраля Выставка Сотворения художников Омского регионального отделения Евгения Дорохова И Евгения Зарема Более 200 живописных работ Автора Издан каталог Выставка проходила В музее современного Урского искусства Город Харбин ФНР На самом деле Я присутствовал На открытии выставки Более масштабных мероприятий Наверное Я в Китае По поводу Одного художника Который является В том числе Членом нашей организации Я не видел Была приглашена Администрация Мэрия города Харбин Администрация Провинции Халудзян Выставка была упакована В том смысле Что одеты Шикарные раны Шикарные помещения Залы И Иван Данилов У нас там был Звездой первой величины Я стоял гордый И поздравлял его От всей нашей организации Иван Степанович Спасибо большое За честь Достоинство Спасибо Спасибо За профессионализм И за то Что ты позиционируешь В родину Сурикова Так красиво И так профессионально Спасибо С 8 ноября По 8 декабря А вот это я уже прочитал Да Пожалуй У нас вот и все Поэтому еще раз Всех с праздником Спасибо за внимание Надеюсь Что я вас не усыпил Нет По 7 сентября Первый международный фестиваль Живописи Россия Китай Монголия Посвященный Дню Победы Китайского народа Над Японией Организаторы выставки Отдел внешних связей Администрации города Красноярска От Красноярска Региональной организации Принимали участие Александр Клюев Валерий Ковин Виктор Копкевич Городской выставочный зал Город Манчжури С 5 по 30 июня Выставка русской живописи Парацветения В городе Харбини Республика КНР Выставка проходила В музее современного Русского искусства Город Харбини С 15 сентября По 15 октября Выставочный проект Песнь-песни В котором принимали участие 12 художников Ташмярской организации СССР художников России И молодежного объединения Пульс времени Ирина Верпета Людмила Бойна-Учебис Мария Гейна Наталья Дементьева Людмила Иванова Исаенкова Оля Косенко Елена Краснова Елена Михацкая Татьяна Поспелова Ольга Террес Елена Шаламова Кемеровский областной музей Изобретительных искусств Город Кемеров С 24 апреля по 17 мая Международная художественная выставка Победа Посвященная 70-летию Победы В Великой Отечественной войне От Красноярска в экспозицию Вошла работа Сергея Викторовича Гурьева Весна 9 мая Проходил это выставка Центральном доме художника Город Компорта Со 2 по 25 октября Межрегиональный художественный Литературный проект Изображение слова Посвященный Году литературе На выставке Были представлены Произведения Красноярских художников Германа Паштова Валерия Кудринского Сергея Тимофова Сергея Горбатко Светланы Карповой Светланы Пасынковой Терентьева Чибре Солодовник Тарасенко Великой галереи Виктора Бронштейна С 1 декабря По 20 декабря Межрегиональная художественная Выставка Сибирь-Дальний Восток Издан межрегиональный каталог Выставочный центр Сибирь Город Красноярск На самом деле Организатором Больши степени Выставка Регионального отделения Урал-Сибири-Дальний Восток Огромное количество Художников Всеми своими Душевными силами Принимали участие Помогали Разгружать работы Делать экспозиции И морально поддерживать Жасноярскую религиональную организацию В том, что Мы Подставили Свои плечи Принимали гостей Размещали Развлекали их На самом деле Со всего Дальневосточного региона Конечно же Надеемся на то Что нас так же будут встречать Так же с нами будут носиться Как и мы С 26 июля По 6 августа В рамках международного художественного Проекта Мостэскузб На острове Альхон Проведен интерпленер По инициативе Центра международных И региональных Культурных связей И при поддержке Министерства культуры Красноярского края В интерпленере Приняло участие 17 художников Из таких стран Как Китай, Армения Великобритания Латвия И Россия С 10 июня По 16 июля В рамках международного Художественного проекта Мостэскузб Проведен Еще один интерпленер В поселке Бугуртак Красноярского края Также при поддержке Центра международных И региональных Культурных связей И при поддержке Министерства культуры Красноярского края В интерпленере Приняли участие Сергей Горбатко Михаил Бирюков Светлана Артемьева Александр Трифонов Графни Польго И два немецких художника По этому интерпленера Приняло участие Каннский краеведческий Музей Курок Кроме этого В 2015 году На конкурс Лучших творческих Работников В нашей организации Были выражены Два кандидата В том числе Авдрахимов Адель Хакимович Скульптор За номинацию Личный вклад В сохранение Развития культуры Красноярского края И Горбачева Наталья Вениаминова Живописец В номинации За личный вклад В сохранение Развития культуры Красноярского края Они конечно же Победили Мы за них Рады искренне И выставки За пределами Дома художников 10-й Красноярский фестиваль Духовной культуры Покровские встречи За участие В 6-й выставке Сибирь православная Награждены Дипломами Зажевский Алексей Из Зажевской Валентины Город Деменборск Красноярский край За 2015 год Башмаковым Игорем Владимировичем Были проведены Персональные выставки России верные сыны В городах Красноярск Галерея СФУ Презентация Норильск Горнохимический комбинат Норильская художественная галерея Москва Государственная Дума Российской Федерации Он награжден Благодарственным письмом Ректора СФУ Благодарственным письмом За участие в выставке Наука побеждать Военная история России В изобретительном искусстве Центральном музее Великой Отечественной войны На поклонной горе Город Москва Это будет шикарнейшее издание Вот такой толщины Начиная от традиции Орнаментов северных народов Наличников Домов На территории нашего края Кончая Нездравствующими художниками Которые работают В декоративном прикладном искусстве Я думаю, что это будет Одно из первых, наверное Зато самых ценных И самых серьезных изданий Которые отражают всю Историю декоративно-прикладного искусства Красноярского края Впереди, я думаю, будут альбомы О живописи О графике О скульптуре Красноярского края Потому что грантовая программа Которую поддерживает наше правительство Дает такую уникальную возможность И надеюсь, что та поддержка Которая со стороны коллектива есть Она является основой Нашего успеха Хочу сказать, что Следующий год Наверное, все знают, что И этот непростой Следующий год Возможно, будет еще сложнее Сложнее финансово В том числе И достаточно непросто Найти арендаторов Которые будут платить исправно За помещение, которое мы вынуждены Сдавать в аренду Для того, чтобы Союз художников не рухнул Но, тем не менее Мы себе делаем Большую программу выставочную И надеюсь, что сбоев Не будет никаких В январе До 24-го Продлится Суриковский фестиваль В феврале Групповая выставка Криво, Тамара, Лычагина, Ирина И Турчанова, Людмилы И Девногорские художники В марте Выставка Профессорского преподавательского состава КГХИ Скульптура, живопись, ДПИ, графика Два зала Персональная выставка Белова и Татьяны Георгиевны Март-апрель Апрель Персональная выставка Художника Малышева Евгения Васильевича И юбилейная выставка Хамайка Николая Михайловича К 75-летию со дня рождения В мае Персональная выставка Монбуш Майол Календуевича И выставка выпускников 1995 года Графического отделения Красноярского государственного Художного института Шаламова, Рогачев, Савочкина, Серова и Паштов Паштов-то не выпускник, наверное Младший Паштов А, Алим В июне выставка Сибирского федерального университета Впервые в этом году мы такую выставку провели И поняли, что есть в этом, конечно, большая Серьезная необходимость Это не просто Сибирский федеральный университет Это прекрасные педагоги И выставка дипломов Которые они представили в наших залах Это было для нас просто откровение У нас нет возможности Может там ездить, смотреть Их отчетные работы, дипломные работы На самом деле выставка была Очень высокого, профессионального уровня Может быть она у нас будет традиционной Так как у них нет своих залов В июне Выставка 2 плюс 2 Художники Идафа, Ростовский, Кунфанвей, Иван Минчанг И Снегов 2 плюс 3 2 плюс 2 Минус 1 В августе выставка 6 на 6 Александра и Зинаиды В сентябре Юбилейная выставка памяти Андрея Поздеева 90-летию оба зала Групповая выставка Дети одной реки Арсений Петрович Милованов Персональная выставка Федора Владимира Алексеевича Ему памятник уже пора поставить Человек неутомимый Настоящий Такой крепкой жизненной энергии Персональная выставка Бондина Сергея Васильевича И выставка Союза художников Хакаси В октябре Персональная выставка Александра Александровича Поп Юбилейная выставка Полынской Веры Евгеньевны К 65-летию Групповая выставка Вечная Жерственность Ответственная за выставку Иванова и Юлия В ноябре Групповая выставка Художников Работающих в творческих Мастерских По адресу 60 лет октября 121 Это впервые Такое предложение Там действительно Творческие мастерские Но Из всех творческих Мастерских Мы к сожалению Постоянно видим Только Только совсем немного Художников Которые выставляются На наших выставках Я надеюсь Что все творческие Мастерские Без исключения Свои работы Представят на выставку В ноябре Юбилейная выставка Короткова Валентина Дмитриевича В декабре Наша традиционная Выставка Региональная Сибирская радуга И 11-й Зимний Суриковский Фестиваль Искусств Там где-то Удин За этот план Выставочной деятельности Прошу Я вызываю Суд Качественные свидетеля По поводу Володи Твоего заявления Я отправляю Других людей Встречать в аэропорт Своих любимых И наших любимых Китайцев Сижу В суде Часа 4 Жду Своей очереди Потом Меня вызывают Под перекрестный огонь Два юриста И мост Мне выносят И я оправдываюсь Что наше правление И наше общее Благородное собрание Приняло неправильное решение Володя Я тебя люблю Ну я тогда Буду вообще на измене Китайцы встречают Другие люди Я сижу там И верчусь Как уш на сковород Я хочу сказать Мы сейчас уйдем Мы раз в год Собираемся Уйдем А Сергей Евгеньевич Побежал по судам Опять Год будет носиться Мы его выбрали Мы его должны защитить Он в конце концов Наш человек Мы его выбрали Он наш родной Эти деньги Которые Тратятся на суды У нас есть Художники-инвалиды Мы могли бы передать им Я бы с удовольствием Еще и доплатил Могу признаться Неплохо зарабатывают Вот И я это делаю Всегда Я так думаю Что я Вот Предлагаю Исключить его Из нашего Офтишка Исключить Сейчас Офтишенский Нет, нет, нет Давайте Кто против? В повестке дня Вообще не стоят Против? Какое вы имеете право Исключить В повестку дня Проголосовать Я против Того Вы поднимите Руку Я не могу Исключить Но Я еще раз Оно С мертвой Дочкой Можно, да? Значит Начну вот С чего С маленького У нас Была выставка Совсем недавно В Сибири Большая выставка Которую В какой-то момент Перекрыла Колбасная Выставка Ну Рождественская Выставка Ярмарка Да Продуктов Представляете Такая выставка Была большая 20-19 Городов Участников Была такая Помпа Я извините Немножко Ворнуюсь Поэтому Простите Пожалуйста Значит Была такая Торжественная Такое Открытие Был Ковальчук Председатель Союза Была Министр Там Значит Все было Замечательно И прекрасно И торжественно И вдруг Мы приходим В воскресенье А Мне говорят 100 Рублей стоит Билет Я говорю Почему? А здесь выставка Рождественская Продуктов Вот в том месте Где все Было В холе Ну Было Открытие Все Занято Продуктами И значит Я С людьми Я привезла На выставку Людей И мы Лабиринтами Зашли В наш зал Дело Было На часов 11 Я спрашиваю Ну сколько народу У вас было Вы первая Потому что Никто Найти Нашу выставку Не мог Мы уже Много лет Снимаем То В Микс Максе Снимали Вот для таких Больших выставок Такие Громадные Выставки У нас теперь Стали Региональные И зарубежные И мы Не имеем Залов Для того Чтобы выставить Такую большую Выставку И вот Суриковский Музы Они уже Обращались В этом году К министру Культуры О том Что Красноярску И Красноярскому Краю Необходим Большой Выставочный Зал Или Большое Выставочное Помещение Вот И Ну это же Вообще Безобразие Понимаете Вот выставку Открыли А ее Перекрыли То есть Они Из коммерческих Соображений Перекрыли Нам вход И все И вот Последнее время И у нас Появилось Очень много Людей Ну Очень много Молодежи Которые тоже Вы хотели бы Молодежные Сейчас какие Интересные Выставки Тоже бы Большой Большой Зал Можно было бы Ну В большом Зале Выставиться Вот Значит Я Хотела бы Обратиться К вам Собранию Может быть Мы тоже Вот Собранием Решим Такой вопрос Обратиться К министерству Нашему Министерству Ну и в город С тем Чтобы Этот вопрос Порешать А решение Такое Может быть Вот Какое У нас Есть Культурно-исторический Центр Где и рыбок Выставляют И птичек Выставляют И всякую Всекотушку Государственную Много мелких Всяких Этих самых Помещений И вот Обратиться К министерству Это ведь Мы-то Не получаем Никаких Дотаций Они на бюджете Мы не бюджетники Они на бюджете А они бюджетники Это бюджетная Организация Которая получает От государства Деньги А кстати говоря Я хочу сказать Что 2 миллиона В этом году Министерство Заплатило Как раз Сибири Это выставка Победы И наша И вот эта Последняя выставка 2 миллиона За По 2 миллиона За каждую 2 миллиона Нет По миллиону За каждую выставку Вот Так вот Есть Такое Предложение Это не возможность А предложение Что в этом Бюджетном Государственном Учреждении Разгородить Там Ну Там Очень много Маленьких Мелких Помещений И Сделать Там Наконец Для города Для края Огромное Помещение В котором Будут Проходить Выставки И Посмотрите Сейчас Сколько И зарубежных Выставок У нас И региональные Огромные А приходится Что делать Даже Вот мы Краевую Выставку И по одной Работе Только Люди Представили По 3 Работы Только по одной Работе Взяли Потому что Мало Помещений Ну хорошо Здесь Вот так Активно А когда Большая Выставка Чтобы мы Не ходили С протянутой Рукой Не просили Эти миллион В Министерстве А чтобы У нас Был свой Зал Вот как Вы на это Смотрите Если вы Смотрите Давайте Проголосуем За это Сейчас Одну Минуточку Я Зачинить Хочешь Значит Понятно Шути встанет На ДБ Это все понятно Но Это же Для города Туда никто И не ходит В принципе Сейчас Дайте договорить Почему Выдеваете Волнуется Бабушка Туда никто Не ходит Нет Ну что Выставки Там Ходят Люди И они Зарабатывают Всякой Всячиной И Этими Рыбками И Аптечками Камушками И Камушками И Тапочками И Всякой Всячиной Они Зарабатывают Это Но Городу От этого Не легче Ну Я Просто Думаю Так Что Если Мы Сейчас Проголосуем За то Чтобы Обратиться Что Мы Хотим Вот Этот Проект Что Просмотрело Министерство То Значит Тогда Инициативная Группа Подработает Это Обращение Это Нужно Там Все Оформить И Министерство Это Подать Вот Если Вы Согласны Можно Я так Хочу Своё Мнение Сказать Вы Знаете Я По Ходу Ну Иди Скажи Ну Мне Просто По Ходу Своей Деятельности Приходится Очень Часто Заниматься Вот Этими Громадными Выставками Все Что В Микс Максе Было И В Сибири Как Я Занимался И Я знаю Очень Хорошо Киц Киц Нам Вообще Не Нужен Это Совершенно Как Б Отдельное Мероприятие Это Организация Она Бюджетная Второе Киц Это Такая Архитектурная Мощь Которая Сама По себе Работает И Там Выставляться Вы Вот Представьте Совершенно Не Годица Для Этого Во-первых Целая Будет Суета Самое Главное Что Не Годица Для Выставки В Помещения Потому что Войти Туда Невозможно Вот Сейчас Даже Когда Была Конференция Посвященная Замечательной Выставке Туда Даже Пройти Невозможно Бесконечные Ступенечки Туда Даже Не Подвести Работы Некуда Совершенно Это Вообще И потом Тягаться С этой Организацией Которая Там Уже Утвердилась Бесполезно Я считаю Что Предложение Алексеевича Я его Поддерживаю Абсолютно Надо Выйти В город Выйти В край С предложением О том Что для Союза Художников И вообще Для работы Художников Необходимо И для Работы Со Зрителем Чтобы Там Была Возможность И сделать Обсуждение И так Далее И так Выйти Принципиально С вопросом О том Что Необходим Красноярск Такому Огромному Центру Культуры Сибири И вообще Всей России Нужен Хороший Большой Просторный Выставочный Дал А может быть Два Три И так далее А возможности И есть Вы понимаете Есть Не Ну сейчас Записать Презолюцию Все Уже Бывших До Необходимость Строительства Нового Выставочного Зала Даже Более Менее Благополучную Эпоху Поверьте Ничего Не случилось Сейчас Когда такой Кризис Когда вообще Все бюджеты Урезаны На ноль Когда Берут Кредиты Для того Чтобы нам Выплатить Деньги Бюджетникам Никто Не будет В ближайшие Пять лет Строить Выставочный Зал Это Однозначно Писать мы Об этом Можем Но я еще раз Повторяю Что это Очень сложное Время И тоже Об этом Сегодня Можно и Говорить Почему у вас Не платим Макит